Воды Мирового океана занимают 71% от всей поверхности Земли. По некоторым оценкам, учеными исследовано всего 3-5% океанического дна. В глубинах океанов кроются огромные тайны. Квадратные волны Квадратные волны, угол между которыми может достигать 90 градусов, необычное и завораживающее зрелище. Такой феномен называют перекрестными волнами. Это природное явление не только красиво, но также чрезвычайно опасно. Оно стало причиной многих кораблекрушений. Есть несколько причин, по которым в море могут появиться квадратные волны. Часто это происходит, когда ветер гонит волны в одном направлении, а морские течения в другом. Также это явление может быть вызвано наложением волн от разных штормов друг на друга. Третья возможная причина – сдвиг ветра. Сменившийся ветер задает новое направление волнам, и они пересекаются с уже сформированными. Результат выглядит как шахматный узор на поверхности океана. Квадратные волны чаще всего встречаются на мелководье вдоль прибрежных районов, на пляжах Азорских островов, Тель-Авива и других регионов. Это довольно редкое явление, но на западном побережье Франции есть одно место, где поперечные волны образуются с удивительной регулярностью. Это остров Ре, геология которого идеально подходит для их формирования. Вид этих волн каждый год привлекает на остров тысячи туристов. Привет, дорогие Хочузнайки! Скучали? С вами снова канал Хочузнать, и это самые опасные океанические явления в мире. Приливы в бухте Мон-Сен-Мишель Для атлантического побережья Франции, где расположена бухта, характерны очень высокие приливы. Интервал между приливом и отливом составляет около шести часов. Приливы усиливаются дважды в месяц, в новолуние или полнолуние, и дважды в год во время равноденствия. Поэтому только дважды в сутки, в отлив, можно добраться до французского острова Мон-Сен-Мишель, расположенного в одноименной бухте по суху, рискуя увязнуть в вылистом дне. Вообще, бухта Мон-Сен-Мишель знаменита самым высоким приливом в Европе. Перепад достигает до 10-15 метров. Из-за очень ровного дна море во время отлива отступает от берега на 15-20 километров. Но уже через 5-6 часов вода вновь устремляется к скале, превращая Мон-Сен-Мишель в остров. За века приливы принесли в бухту так много песка, что береговая линия приблизилась к острову. Кроме этого, в 1879 году была построена дамба, по которой можно добраться до Мон-Сен-Мишель на автомобиле. А в настоящее время Мон-Сен-Мишель только дважды в году во время весеннего и осеннего равноденствия, когда приливы особенно сильные, становятся настоящим островом. Тогда вода накрывает шоссе. Мальстрём Водоворот Мальстрём — гигантский водоворот, который находится между островами Ферё и Мон-Сен-Нисёй у северо-западного побережья Норвегии. Возникает он вследствие взаимодействия приливных и отливных сил со сложным рельефом дна и сильно изрезанной береговой линией и представляет собой систему завихрений в проливе. Средневековые, даже нового времени литературные источники нередко описывают Мальстрём как ужасающее по своей мощи явление, смертельное для любого попавшего в него корабля. В действительности опасность Мальстрёма сильно преувеличена. Если он и представлял существенную опасность, то только для древних деревянных парусных лодок и кораблей, а не для современных моторных судов. Скорость движения воды в водоворотах составляет не более 11 км в час, то есть манёвренное судно с мощным двигателем вполне может выйти без повреждений, даже оказавшись в водовороте. Тем не менее, относиться к Мальстрёму беспечно нельзя. Его опасность вполне реальна. Она состоит в непредсказуемости направления движения воды в водоворотах, которое меняется в зависимости от множества факторов, не поддающихся учёту. Волны-убийцы На протяжении столетий моряки рассказывали о гигантских волнах, способных поглотить или разрушить судно любой величины. Долгое время эти рассказы считались лишь морскими байками, однако в конце 20 века учёные получили реальное доказательство того, что подобные природные явления действительно существуют. Название такие волны получили соответствующее – волны-убийцы. Итак, что же такое волны-убийцы и чем они отличаются от обычных волн? Упрощённо, волна-убийца – это гигантская одиночная волна высотой более 20 метров, которая ведёт себя неестественно. Такие волны появляются внезапно и представляют реальную опасность даже для очень больших судов. Чтобы понимать, о чём идёт речь, следует обратиться к цифрам. Так, обычная 12-метровая волна создаёт разрывное давление порядка 6 тонн на квадратный метр. Современные корабли строятся таким образом, чтобы выдерживать разрывное давление, равное 15 тоннам на квадратный метр. Так что даже крупные волны им не страшны. Однако, когда речь заходит о волнах-убийцах, то по подсчётам учёных, при встрече с ними на корабль действует сила, равная 100 тоннам на квадратный метр и более. Такое давление в буквальном смысле способно деформировать корпус корабля и даже уничтожить судно. Красный прилив У берегов Канады и Флориды, Австралии и США иногда встречается феномен, когда морская вода окрашивается в ярко-красный, коричневый или даже розовый цвет. Это явление получило название «красный прилив». Если посмотреть на прилив с высоты, то кажется, что вода наполнена кровью, хлещущей из раны на теле какого-нибудь гигантского морского животного. Причина красных приливов – цветение воды. Если в морской воде начинают стремительно размножаться особые виды фитопланктона, вода приобретает насыщенную красноватую окраску. Особенно часто это происходит у побережья. Красные приливы не так уж безопасны. Фитопланктон и водоросли, вызывающие цветение воды, могут быть очень ядовитыми. Так, цветение воды в Мексиканском заливе часто связано с микроскопической водорослью корения бревис, которая содержит бревитоксин – яд, крайне токсичный для морских животных и человека. Если красные водоросли осядут на рыбе или моллюсках, они также станут ядовитыми. Иногда бывает достаточно лишь подышать ветром, который дует со стороны красного прилива, и у вас начинается слезоточение, кашель и резть в глазах. Бермудский треугольник Бермудский треугольник – часть территории в Атлантическом океане, в которой происходят загадочные исчезновения морских судов, авиалайнеров и самолетов. Есть много версий исчезновения в этом участке океана, к ним относятся как похищение инопланетными существами, так и природные катаклизмы. Скептики же считают, что суда в Бермудском треугольнике пропадают не чаще, чем в других районах мирового океана, и на это влияет человеческий фактор или естественные условия. Береговая охрана США придерживается того же мнения, как и страховая организация Lloyd's. Самым известным случаем исчезновения в данном районе является пропажа звена из полета пяти бомбардировщиков «Эвенджер». 5 декабря 1945 года самолеты поднялись в небо в форт Лодердейле с военной базы морских сил США и не вернулись. Обломки самолетов не нашли. Подразделением руководили 14 опытнейших пилотов, и в спокойную ясную погоду они взяли и пропали. Также упоминается о радиопереговорах с базой, в которых пилоты указывали на отказы техники о визуальных впечатлениях, которые передавали пилоты. Они сообщали о погружении в какие-то белые воды, что океан выглядит странно. Самолеты, в том числе и гидросамолет Martin Mariner, которые следом за «Эвенджерами» были отправлены на их поиски, также пропали. Метеоцунами Всем известно, что цунами происходит вследствие подземных толчков и извержений подводных вулканов. Но, оказывается, бывают цунами, вызванные проявлениями погоды, и имя им – метеоцунами. Это явление часто наблюдается в районе Великих озер и океанского побережья США. Метеоцунами не столь велика, как его старшая сестра, однако волна высотой 3 метра тоже способна натворить немало бед. Так, в США были зафиксированы следующие случаи метеоцунами. Трехметровая волна на озере Мичиган в июне 1954 года. Пятиметровая в штате Флорида в 1992 году и почти четырехметровая в штате Мэн в 2008. В 1979 году четырехметровая волна цунами метеорологического происхождения поразила японский город Нагасаки. Наряду с гибелью людей город понес многомиллионные убытки. Цунами Цунами – одно из опаснейших и разрушительных явлений, которое до сих пор не полностью исследовано специалистами. Слово «цунами» пришло к нам из страны восходящего солнца. Именно Япония больше всех на планете подвержена воздействию цунами. В Тихом океане возникают цунами чаще всего. В России регулярным атакам гигантских волн подвержены дальневосточные берега Камчатка, Курильские и Командорские острова и частично Сахалин. Что такое цунами? Цунами – это гигантская волна, захватывающая огромное количество воды, поднимающая ее на большую высоту. Такие волны встречаются в океанах и морях. Общей причиной возникновения цунами, несущих катастрофу, является активность, которая происходит в недрах нашей Земли. По большей части цунами провоцируют подводные землетрясения. Потому изучение этого разрушительного явления стало возможно только после того, как появилась наука сейсмология. Была зафиксирована прямая зависимость силы волны от силы землетрясения. Оказывает влияние на это и глубина, на которой произошел толчок. Таким образом, значительной разрушительной силой обладают только волны, порожденные землетрясениями большой энергии с магнитудой, равной или больше 8 баллов. Возникают цунами и от взрывов подводных вулканов, и как следствие донных обвалов. Береговые оползни, обусловленные падением огромной массы горной породы в воду, также могут быть причиной возникновения цунами. Большую разрушительную силу имеют обычно цунами с очагами на большой глубине. Кроме того, причинами возникновения цунами являются нагоны воды в бухты, вызванные тайфунами, штормами и сильными приливами. Пока! На этом все. Подписывайтесь на канал «Хочу знать» и смотрите другие наши видео.